Ирина, расскажите, в этом году, как вам кажется, какие основные события произошли в стране, в мире, и что из этого повлияло на ваш бизнес? Ну, наверное, я начну все-таки с компании, потому что мы активно развиваемся, и в группу компании входит Simple Wine, это наши винотеки и бары, и, собственно, ритейл, да, компания Simple, и нас уже сейчас 30. В Питере мы открыли еще две винотеки, итого четыре винотеки, ну, это, в принципе, такое достаточно большое достижение. И дальше планируем развиваться и активно выходить. В регионе уже есть одна винотека, это, если я не ошибаюсь, Ростов-на-Дону. Что касается ассортимента и портфеля, то мы находим новинки, то, чего не было на рынке, или маркетинг какой-то истории. Ну, я бы обратила внимание на то, что мы являемся лидерами, одним из лидеров портфеля шампанского. У нас есть просто ассортимент от маленьких домов, от маленьких рекольтантов до, в принципе, больших домов с историей, это там, Лансон и Лауре-Дерер. Наращиваем портфель Австрии и Германии, это сейчас тренд, и, в принципе, мы отвечаем этому современному тренду. И, конечно же, наш собственный бренд Онегин, который мы выпустили на рынок, и, в общем-то, активно его продвигаем. А в мире, в стране? В стране, да. В мире, в стране, но в мире это, собственно, выборы президента Америки. Я весь считаю, что это веха определенная. Посмотрим, как мы будем, и внешняя наша политика складывается с Америкой, в том числе под руководством президента Трампа. Что касается города нашего, наверное, все-таки надо сказать, да, и события какие-то отметить, что Санкт-Петербург является такой платформой для проведения всевозможных форумов. Вот, помимо экономических, которые уже давно проходят у нас, там и газовый форум, да, это и культурный форум, собственно, и это все выставки, которые в экспо-форуме проводятся, в новой площадке. Что является, в общем-то, там, большим плюсом, мне кажется, для города. Что еще? Зенит-арена, Кубок Конфедерации, который прошел, и, конечно, следующий год это, в общем-то, чемпионат мира по футболу. Наверное, так. А каковы ваши планы на следующий год? Вот какой-то основной прорыв, может быть, запланированный? Ну, знаете, можно я про себя лично скажу? Я, в общем, мечтаю пойти уже, наконец-таки, на курсы парашютистов, парашютисток, и их закончить просто-напросто. И прыгнуть. Ну, я и так прыгаю, да, но просто я хочу это сделать сама. Это будет не первый прыжок? Нет, нет.